Кинематограф Очень редкая, я не думаю, что многие ее слышали, которую Евгений Данилович написал на музыку композитора Норберта Гландсберга из французского фильма «Колдунья». Евгений Данилович, может, Вы скажете пару слов об этой работе? Слышно Вам меня? Значит, я действительно на студии «Горько» 15 лет проработал в качестве шаги, на амбуа шаги за сценой, знаете, в качестве невидимки я делал дубляжи и переводы, русские переводы, вернее, русские тексты песен лет 15 монопольно были мои в дублированных картинах, в том числе из «Бродяги», из «Возраста любви» и так далее. Вот, можно было ходить по улице и слушать эти самые, плавать в цитатах из собственных, в существе, стихов, да, хотя имени титра, на титрах фамилии не было, вот, но, тем не менее, так сказать, как-то это было с какой-то грустной радостью, я слышал, и вообще было интересно. Значит, можно было под высокие своды многочисленных кинотеатров хотя бы и свою метафору какую-то, хотя бы не подписанную, но запустить. Вот, в частности, значит, ну, колдуньи я не дублировал, но режиссер, которому нравилось очень, там музыка шла, без всякого текста, он хотел положить на титрах фильма, по времени это позволяло, дубль чистой музыки фирма исходной нам дала. Вот, оставалось просто сочинить текст песни колдуньи, вот и записать. Но начальство что-то было против, просто лишний расход какой-нибудь маленький. Не хотела студия иметь, кинематограф очень консервативен был и, так сказать, несколько скуповат. Вот так, но песенка существовала, вот и сейчас еще как-то жива. Короче говоря, я, значит, написал текст для песни колдуньи, мало кто его знал, по-моему, нигде не было напечатано до моей книжки. А уж такое публичное исполнение, вот вы сейчас, наверное, услышите впервые. Мне нравится, значит, это как-то очень приятно. Вот, могу тихонько похвалиться, но мы тут все свои, надеюсь, вы никому не выдадите меня, что просто сама колдунья, Марина Влади, однажды, значит, осветила своим появлением мой скромный кров, вот и с Володей Высоцким, они однажды у меня, значит, провели длинный вечер, вот что мы, я хорошо и помню, и рассказываю об этом, есть моих книг. Ну, а теперь, значит, да, давайте послушаем прекрасную певицу, Лялю Фрайтер. Попроси, пожалуйста. Я хочу добавить, что Ляле Фрайтер помогают замечательные инструменталисты. Гитарист Михаил Грайфер, флейтистка Ольга Ксензовская и виолончелист Алексей Орлов. Попроси. Прежде всего, я хотела сказать очень... Вы знаете, я эту песню знала, и они все очень удивились, что я знала эти стихи. Но я немножечко в народе, как всегда, все переначиваю, поэтому я знала немножко другие стихи. Вот, и мы хотим поздравить вас. Я вас очень люблю, я всю жизнь вообще выходит, пела песни Евгения Пограновича. Из возраста любви пела, прекрасно. Да, из возраста любви пела, и я весеннем лесу пела, и смотри пилот, и так далее, и тому подобное. Мы вас поздравляем, я дарю вам свой диск от всех нас. Спасибо. Спасибо. Чаще колдунья живет за ручьем у коварных болот. Кто со мной на тропинке сойдется лесной, Тот спешит обойти стороной. Для других всегда я угрозой была, Но тебе я не сделаю зла. Здесь, в лесу, непослушные птицы и звери, Почему мне так страшно теперь? На тропе лесной ты меня повстречал, И колдунью ты околдовал. Подойди, если скажешь, я буду твоей, Но меня обмануть ты не смей. Я шепну к злому ветру и травам лесным, И взойдет над болотами дым. И тропа убежит у тебя из-под ног, Не найдешь ни путей, ни дорог. Будешь много лет, ты отыскивать след, Закричишь, только эхо в ответ. Закричишь. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Большое спасибо, Ляли. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ